Здравствуйте! Новости Дагестана о последних событиях к этому часу в студии Махач Курбанов. И вот наиболее важное, о чем мы расскажем. 15 сел остались без транспортного сообщения. В Ахвахском районе Камнепад заблокировал участок дороги Ботлих-Карата. Борьба с огнем на высоте. В Махачкале спасатели 4 часа тушили сложный пожар на 11 этаже многоквартирного дома. Много риса, много денег. Кизлярский район с рабочей поездкой посетил глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В ТУ за победой. Сборная Дагестана по вольной борьбе готовится к чемпионату России, который стартует 23 июня. Мощный оползень с камнепадом в Ахвахском районе. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел на 11-м километре дороги Ботлих-Карата, где велись работы по реконструкции. Несколько сел, в том числе районный центр Карата, остались без транспортного сообщения. Как сообщает Минтранс, республики работы по расчистке будут начаты, как только минует опасность повторного оползня. На месте мобилизовано 4 единицы дорожной техники. На участке ведется дежурство. В Махачкале загорелся 11-й этаж дома на проспекте Амитхана Султана. Пожар начался во втором часу ночи и был потушен только к 7 утра. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 300 квадратных метров. На больницу доставлены двое жителей дома. Они отравились продуктами горения. По предварительной информации, пожар многоэтажки начался с небольшой майнинг-фермы, установленной на балконе одной квартиры. Причиной могло стать замыкание электросети. 13-летний подросток погиб в результате падения автомобиля в обрыв. Трагедия случилась на окраине села Гачадан Чародинского района. Молодой человек, сев за руль, оставленного без присмотра автомобиля, шестерка. Не справился с управлением и совершил съезд в обрыв высотой 25 метров. В результате случившегося он скончался на месте, а его пассажир, 15-летний местный житель, с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу. Украсть украли, продать не успели. Полицейские задержали двух молодых людей, когда те пытались сбыть украденный металлический рельс. В отделе полиции мужчины пояснили, что им очень нужны были деньги, а похищенный металл намеревались реализовать в пункте приема. Правда, там их уже поджидали правоохранители. Как оказалось, металлическая балка принадлежала пожилому мужчине из Махачкалы. Она была предназначена для применения в строительных работах. Похищенное изъяли и вернули владельцу. Рисовый кластер Дагестана развивается ударными темпами. Господдержка позволила увеличить урожайность кизлярского риса на 17%. Об этом было заявлено на встрече аграриев района с председателем правительства республики Абдул-Муслимовым. Все подробности рабочей поездки премьера в сюжете Ларьяна Шамхалаевой. Не рисом единым. Район Кизлярский должен отличаться, но и многими другими показателями социально-экономического развития. Но тут, к сожалению, не обошлось без ложки дегтя. В целом, довольный своим визитом премьер расстроился, когда увидел темпы работ строителей в двух местных школах. Ходом капитального ремонта в образовательных учреждениях сел Южное и Косякино Абдул-Муслимов остался неудовлетворен. Что вы делаете за рука здесь? 25 лет. Знаете, 25 лет? У нас есть осталось. Нет, там, там. А 45 лет? 15 лет. Абдул-Муслимовый. 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 У вас осталось два месяца. Да, я думаю, здесь жесткость. За два месяца вашей людей мало здесь. Вам нужно здесь все штуки? Ух, она должна весь штуку. Там плитку надо поставить. Полы надо сделать. Полы надо сделать максимум 10. Максимум. То есть, за 10 дней что вы сделали? Полы надо. Полы надо? Да, так обойду. Полы надо. Нет, а окопление. Я думаю, у вас здесь процентов 5-10 даже работы сделали. Вы пока что вычислили все. А в остальном кизлярщина только глаз радовала. Урожайность риса увеличилась на 17%. Абдул-Муслимовый посетил пшеничные и рисовые поля агрофирмы Орешевка. На одном уже взошла пшеница, а на рисовом после полива ждут всходы. Для хорошего урожая на ферме использовали элитные сорта. Пусть у вас будет хороший урожай. Премьер, положительно оценив результаты работы агрофирмы, отметил, что сегодня в части развития агропромышленного комплекса Дагестан ставит перед собой амбициозные задачи. И производство риса – одно из самых перспективных направлений. Следует отметить, что за последние 5 лет количество площади под рисом у нас в республике увеличилось на 8 тысяч гектаров. И если у нас, например, в 2017 году урожайность была 36-37 центнеров гектара, но сегодня мы получаем порядка 45-48 центнеров гектара. Это такой идет прирост урожая. Это из-за чего? Прежде всего мы поменяли отношение к технологии возделывания риса. Почему мы столько много о рисе говорим? Рис – это один из экспортоориентированных продуктов. И у нас в республике Дагестан уже образовался полный рисовый кластер. Это начиная с семеноводства, рисового семеноводства и кончая переработкой риса. Общая площадь под рисом в республике составляет 27 тысяч гектаров. Около 15 тысяч гектаров из них приходится на Кизлярский район. Полученная продукция будет проходить обработку на четырех кизлярских высокотехнологичных рисоперерабатывающих заводах, которые появились в республике совсем недавно. Отметим, что с 2021 года дагестанский рис экспортируется в Азербайджан, Узбекистан и другие ближневосточные страны. Лариана Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ «Кизлярский район». В Махачкале обновляют дорожное полотно. Работы по замене асфальтобетонного покрытия ведутся по улице Батырая. Всего планируется отремонтировать порядка 500 метров. Фрезерование дорожных покрытий предполагает срезание верхнего слоя асфальта с целью подготовки поверхности дороги к последующей укладке нового покрытия. Начальник столичного ЖКХ Шамиль Магомедов совместно с представителями подрядной организации проинспектировал участок, пообщался с рабочими и поинтересовался темпами работ. В рамках федерального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги на им проводится замена изношного слоя верхнего слоя асфальта полотна по улице Батырая от участка проспекта Гамидова до развилки с улицы Каркмасова. Это 540 метров. Тут фрезеровкой снят деформированный слоя асфальта. После чего будет уложен выравнивающий слой и основной слой асфальта. И улица будет проведена в нормативное состояние. Также будет проведена замена люков в количестве 50 штук. Сдача данной улицы запланирована до конца месяца декущего. Специалисты подрядной организации просят водителей отнестись с пониманием к проводимой реконструкции и искать пути объезда во время проведения ремонтных работ. И в продолжение темы дорог. Асфальтирование тротуаров по улице Карабдахкенской. Карабдахкенской в поселке Семендер также начато в столице в этом году. Отметим, что до начала работы были перенесены опоры линии электропередач. Протяженность улицы составляет 900 метров. На данном этапе основание под укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах подготовлено. Установлен бордюрный камень. Подсыпана и утрамбована песчано-гравийная смесь. В 2022 году на территории сепараторного поселка ведутся работы на пяти улицах. Это улица Садовая, Сепараторная, Багомадова, 10-я Магристальная и улица Виноградная. Сегодня мы находимся на улице Виноградная, где ведутся работы по подготовке основания. В связи с тем, что улица узкая, здесь обустоство тротуаров не предусмотрено. Также данная улица является односторонной, откуда весь поток транспорта, в сепараторном поселке, можно сказать, дальше поднимается домой. И параллельная улица есть еще одна, которая тоже односторонняя, по которой уже спускаются. Очень много обращений было от жителей, что по этой улице поднимаются. Есть сложности с подъемом из-за того, что плохая дорога, которая не соответствует ГОСТам. По этой улице также мы сталкиваемся с проблемами, что в свое время жители самовольно проложили водопроводные конвенционные сети поверху, не углубляя. В соответствии с ГОСТом они должны были углубить на 60-70 сантиметров. Ну, не углубили. Практически от поверхности проезжей части на 5-10 сантиметров глубины находятся все коммуникации жителей. Параллельно приходится и с этими работать. Восстанавливают, делают за свой счет, подрядные организации делают такие работы тоже параллельно. Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Махачкале будет отремонтировано 38 улиц общей протяженностью 21 километр. Значение преобразования Петра I в новой и новейшей истории России под таким названием в Миннации Республики прошла научная конференция. В мероприятии приняли участие специалисты ведомства, представители Народного собрания, научной интеллигенции, а также историки ведущих вузов региона. Многие выступавшие подчеркивали, что личность Петра I в истории России сыграла огромную роль как в управленческой деятельности, так и на международной арене. Это дало возможность выйти на новые рубежи, стать стране значимой державой в разных направлениях. Именно поэтому президентом Российской Федерации этот год был объявлен годом празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Петра I – это император России. К нему отношения, как и любой великой личности, разное, но однозначно это реформатор, однозначно это человек, который вывел Россию на новый уровень. Очень много событий происходили в период правления Петра I. Культурное преобразование. Создаются технические вузы, медицинские училища, направляется огромная группа людей для того, чтобы получить соответствующее образование в Европу. Он является основателем Российской Академии Наук. При нем происходит развитие экономики. Буквально уже в 18 веке Россия выходит на лидирующие позиции по разным направлениям деятельности. И поэтому для нашей истории это, конечно же, благо. О спорте. Дагестанские борцы продолжают свой тренировочный сбор. В эти дни команда готовится к чемпионату России, который стартует 23 июня в Республике Тыва. Тренировочный сбор проходит на базе Анжиарены в Каспийске. Продолжение темы сюжет Курбана Рагимова. Техника, трудолюбие и чемпионский характер. С марта этого года лидеры мировой борьбы лишены права участвовать в международных соревнованиях. Несмотря на это, команда дагестанских вольников сохраняет оптимизм и боевой настрой. Впереди главный старт сезона. До начала чемпионата России в Кызыле остается две недели. Ребята понимают, что этот старт необходим и надо в составе сборной находиться. В любой момент это может все измениться и открыться дорога к чемпионату мира, Европы. Да, понимают ребята, что в этом году они уже никуда не попадут. В большей степени мы потеряли то, что наши ребята не могут. Но и в целом вся борьба потеряла, что такие ребята, скажем, Кадим Агамедов, Сааду Лаев, имена, яркие борцы, кругли, что такие борцы не могут свою красоту, красоту борьбы показать. Я думаю, в целом мировая борьба потеряла. В столице Тувы команду из Дагестана представят 70 человек. В обойме лидеры сборной, медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для Гаджумрада Рашидова этот старт станет первым после Токио. Я там тренировался, поддерживал форму, но как-то не получалось выйти. Перед Ярыкинским заболел, думал, после Ярыкинского сделаю старт. Но видите, сейчас такие обстоятельства, и пришлось пока поддерживать форму и ждать чемпионата России. На ковре острая конкуренция, а за ним дружба или как минимум уважение. Все это не мешает вольникам показывать бескомпромиссную борьбу в очных встречах. В Кызели спортсмены будут выяснять отношения в споре за самые высокие места. Все отдаются по полной. Вот приехали наши братья тоже помогать нам в подготовке. Тоже Кадимагамедову, Кайсану, они помогают в подготовке. Ну, обстановка очень такая теплая, братская, хорошая обстановка. При сфатке всегда такие, до конца мы выкладываемся. И тем интереснее, когда твой конкурент, и тебе очень-очень приходится выкладываться. Там не даешь себе поблажек. И тренировка удается очень даже хорошая, благотворная. Спарик Паттенович тоже хороший. Столько чемпионов мира. Призоры, олимпийские чемпионы в одном зале. Это, конечно, для нас, в первую очередь, мотивация, чтобы мы равнялись на них. С кем больше всего нравится работа? Ну, у меня такое место, что со всеми очень приятно работать. От кого-то я учусь, кто-то от меня учится. И вот так набираем. Тренировочный сбор на базе Анжа-Арены продлится еще 10 дней. Все это время вольники будут больше работать на ковре, оттачивать технику и тактику. Чемпионат России в республике Тыва пройдет с 23 по 26 июня. Курбан Рагимов, Юнус Гитехмаев и Магомед Саагитилов. Телеканал ННТ. Каспийск. Это все к этому часу. Смотрите нас во всех соцсетях ННТ. До свидания.